Как пересадить горденью в горшке после покупки? Не удержаться и купить горденью для своего дома вполне понятное чувство для каждого цветовода. Это растение притягивает своей простотой и милой красотой, что невозможно наглядеться на такой цветок, подходящий под все интерьеры в доме. Сразу после покупки по многочисленным отзывам горденья требует пересадки, иначе просто начинает вянуть. Все дело в тех миниатюрных горшочках, в которых часто распространяют магазины это растение. Горденьи в них явно тесно, тем более мы не можем точно знать, насколько долго находилось данное растение в магазине и насколько сильно разрослась его корневая система. Поэтому самым первым шагом после того, как вы принесете растение в дом, будет пересадка. Делать ее нужно спустя 2-3 дня, чтобы горденья смогла адаптироваться к домашним условиям и не испытывала двойного стресса еще и от процесса пересадки. Рекомендуют пересаживать растение в весенний период. Это наиболее благотворное время, чтобы горденья отлично перенесла стресс и не захворала вам назло. Ничего страшного, конечно, если вы приобрели это растение в другой период. Все равно пересадка требуется. Бывает часто, что в горшок высаживают несколько саженцев и продают их. Такой экземпляр нужно срочно рассадить. Горденья растение принципиальное и не сможет долго уживаться со своими даже собратьями. Для начала, как только перенесли растение в дом, его нужно хорошенько промыть под теплым душем и даже оставить на какое-то время в ванной. Уже на следующий день горденья будет готова к пересадке. Осторожно переместите растение, чтобы не задеть и не повредить корни. А раствор специального стимулятора роста, который нужно найти в любом магазине, используют для обработки корневой системы. Размешайте его по инструкции и уже потом поместите, как мы только что сказали, горденью в него. Не забывайте, что раствор должен быть обязательно теплым, комнатной температуры. Система выкладки грунта в горшок следующая. Для начала поместите на дно дренажные элементы, затем сверху высыпьте слой песка. Он должен быть очищенный, желательно вообще пропаренный, чтобы не переносились вредные элементы. А сверху выкладываем землю. Грунт можно приобрести в любом специализированном магазине, в этом не будет особой мороки. Кроме того, отлично подходят для горденьи такие грунты. Грунт для хвойных растений или грунт для азалии. Важно, чтобы грунт сочетал в себе такие ингредиенты, как песок, мох и перегной. Тогда будет оптимальная почвенная смесь для хорошей продуктивной жизни горденьи. Следующим шагом будет перемещение самого растения. Если ваше растение переплелось с другим, его нужно максимально аккуратно разделить, чтобы корни не повредились. Рассадите их по разным горшкам. После того, как вы закончите разделение, вам нужно поместить горденью по центру горшка на уже выложенный слой дренажа, песка и немного почвенной смеси. Важно, чтобы корни не соприкасались с дренажем. А затем, удерживая цветок, постепенно всыпайте и прижимайте грунт. После того, как вся смесь будет высыпана в горшок, полейте оставшимся раствором биостимулятора и поместите в теплое место под рассеянные солнечные лучи. Через несколько дней можно вести уже стабильный уход для горденьи за вашим цветком. Сразу после покупки горденья будет себя вести принципиально. Но как только вы начнете за ней ухаживать, то растение будет свести и радовать вас в домашних условиях.